Украинские силы смогут использовать атакам для более эффективного поражения российских сил в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Пентагоне. Представители Пентагона отказались указывать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. По словам анонимных источников из США, Украина применяла ракеты большой дальности, чтобы нанести удар по российским войскам в Бердянске и по военном аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму. Тем временем в Кремле уверяют, что передача американских баллистических ракет атакам не изменят ход войны, а только якобы доставит больше проблем Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это демонстрирует прямую вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эту войну. Но российские пропагандисты не настолько уверены в своей безопасности. Тем временем США готовит один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в истории на сумму 6 миллиардов долларов. По данным издания политика, новую помощь для Украины могут объявить уже в пятницу 26 апреля. Туда войдут системы ПВО Патриот, артиллерийские боеприпасы, БПЛА, средства противодействия беспилотникам и ракеты класса «Воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Российская Федерация боится американских ракет, ведь они гарантированно попадают в цель. Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы России Москва применит весь арсенал оружия. «Любое неосторожное слово движения может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия». Также Лукашенко упомянул передачу Украине американских баллистических ракет-атакам с безусловий. По его словам, и раньше Украине запрещали бить ими по территории России, в частности Беларуси. А теперь такого запрета нет. «И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает». Напомним, Палата представителей США и Сенат одобрили законопроект о помощи Украине на общую сумму около 61 миллиарда долларов. 24 апреля документ подписал Джо Байден. Субтитры создавал DimaTorzok